Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в очередном эфире с Михаилом Бородянским. И сегодня у нас должен быть очень интересный сюжет, навеянный уже нашим движением в сторону психологических аспектов эмиграции и подтвержденный интересом людей к этой теме. Я начну с того, что зачитаю буквально письмо, которое мы получили пару дней тому назад. Пишет нам девушка, 22 года, которая живет в Белоруссии, не замужем, по специальности медик, учится на пятом курсе и так далее, и так далее. Но вот у девушки вопрос такой. У нее есть, она пишет конкретно, дело в том, что типичный образ более-менее успешного человека в США, уверенный в себе, обаятельный и тому подобное. А я типичный интроверт, классический. Плохо и медленно схожу с людьми, коллективом. Первое впечатление – девушка, которая не разговаривает. Спокойная и серьезная, как человек, который втайне строит планы по захвату человечества. Вот это мне очень нравится. Хотя в компании знакомых друзей я вполне себе нормально. Насколько сильно это будет помехой мне в социальной адаптации, в трудоустройстве в США, в вашей отрасли и в медицине, если вы в курсе, в стране с такой огромной конкуренцией, если даже на родине мне приходится нелегко, когда дело доходит до взаимодействия с социумом. Это буквально вопрос прямо в тему. Психологические аспекты. А получится ли у меня? Мы не какое-то время назад принимали тему «ехать или не ехать?» Зачем оно вам нужно? Но дело в том, что эта тема напрямую связана. Могу ли я? Надо ли и могу ли я? Да. Вот. Поэтому я, Михаил, даю вам слово. Вот. Сегодня у вас такой вот как бы пробный шар заинтересовать людей. Вот. Я знаю, вы там подготовили интересное что-то. Вот. И маечка на воскресенье, опять же. Вот. Так что вы нам расскажите, о чем сегодня пойдет речь. Вот. И мы, значит, да, я хочу сказать, что Михаил подготовил сегодняшний сюжет как пример того, что может прозвучать на закрытом тренинге, который мы обещали вот в прошлый раз, да, который уже висит там 15 марта, да, если наберется достаточно большое количество времени. Ну, поехали. Здравствуйте, Михаил. Добрый день, Светлана. Да, добрый день всем. Я действительно после прошлой нашей записи подумал, что мы как-то дали мало конкретики по этой теме, и я стал составлять план возможного вебинара, и получился интересный такой продукт, где про все векторы много информации практической, и вот мне хочется сегодня в этом сюжете рассказать про один вектор, про красный вектор. Я не просто так одел эту красную футболку, я в ней обычно вел красные занятия на каком-то этапе. И показать на примере одного вектора, в чем смысл вообще такого подхода, для чего нужно понимать свои векторы, векторы партнера, когда собираешься иммигрировать, и на разных этапах, что важно учитывать. Вот сегодня такой у нас не то, что пробный шар, но вот я взял одну восьмую вот этого планируемого вебинара, и решил ее сегодня просто так здесь вот озвучить, вместе с вами обсудить. Я хочу еще раз напомнить, может быть не все видели наш прошлый сюжет, вообще для чего я считаю необходимым эти знания и через этот подход понимания. Прежде всего наши особенности, вот то, что вы озвучили в этом письме, человек говорит, вот у меня есть такие-то особенности, буду ли я успешен с ними в Америке, в своей профессии. И моя идея как раз состоит в том, что человек может быть успешен с очень разными своими особенностями, способностями, если умеет их преподнести в нужном свете, о том сегодня будет разговор. Если умеет свои сильные стороны как-то увеличить, а слабые чем-то компенсировать. И как раз вот на это хорошо работает система векторная, которая показывает человеку, да, вот ты в этом месте силен, ты можешь это развить, а в чем-то не твое сильное место, и ты здесь используешь какие-то инструменты, чтобы это место прикрыть. Очень важно понимание своего партнера также, потому что редко кто едет в одиночку, очень часто это семья, пара. И именно на партнерстве, на сложении двух разных векторов, о чем сегодня тоже будет идти речь, можно усилить вот, да, как общее целое, это больше чем сумма двух частей. И здесь тоже важно понимать, что я вношу в систему, что вносит в систему мой партнер, муж или жена. И еще немаловажно это понимание, предвидение своих каких-то реакций в стрессе, потому что эмиграция это стресс, да, каким бы ни был человек, и хорошо бы знать, что да, вот когда у меня начнется такое состояние, я скажу себе, так, я же про это знаю, я знаю о чем это и знаю, что в этом месте делать. Вот в этом вот смысле. Прежде всего, чем рассказывать про эмиграцию, мне хочется сказать пару слов про сам красный вектор, потому что не все читали книгу, не все в курсе. Красный вектор, один из восьми наших векторов, это вектор первенства, это та характеристика, которая человеку тянет вперед к лидерству, к первооткрываниям чего-то. И поэтому, конечно, красный вектор, это вектор эмиграции. То есть тот, у кого в характере эта часть сильна, человек тянется к перемене мест, к чему-то новому, и, наверное, это один из самых помогающих векторов для успеха. Красный человек тянется к свободе также, ему очень важно не иметь никаких ограничений ни в рамках своей работы, ни в рамках своей деятельности. То есть ему важно быть от всего и от всех свободным. Это люди, которые очень быстрые, они быстро соображают, быстро действуют, быстро принимают решения, и для них тоже должна быть в жизни движуха. То есть ощущение драйва, что все крутится, все вертится, все происходит быстро, это, конечно, качество красного человека. Это люди, у которых высокий сексуальный потенциал, и им нужно в жизни много сексуальных развлечений, много нужно разнообразия. Им важно в этой сфере жизни чувствовать себя тоже вот свободным таким первооткрывателем. И поэтому, скажем так, гармоничная пара с красным вектором, это непростая задача для партнера. Это возможно, но это непростая. Когда-нибудь мы на тему поговорим, тоже интересная тема. Дальше. Для красного вектора очень важно реализовывать себя, свои какие-то способности. То есть не просто работать на кого-то, а делать то, что просит душа, и человек может зачахнуть, если он вынужден встроиться в какую-то чужую систему, и работать на кого-то достаточно долго. То есть всегда мечта красного вектора – это делать что-то свое, свои какие-то способности, таланты реализовать. И еще одно важное качество – это тяга к ощущениям адреналина, то есть к риску, к риску во всем. Это касается езды на автомобиле, каким-то рисковым хобби, профессиям, занятиям, ну и просто в жизни. Поэтому его риск не пугает, это то, что как раз его вдохновляет, тяга к риску. Из таких минус-качеств, прежде всего, это некоторая беспорядочность, небрежность красного вектора. Это человек, который не умеет доводить дело до конца, и про это тоже я сегодня скажу, примитивно к нашей теме. Такая вот разбросанность некогда, он такой немножко расплывчатый, ему сложно на чем-то долго сосредотачивать. Это касается и детей, и взрослых. Ну вот такой характер, в целом, в двух словах, если просто про красного вектора говорить. Да, еще важный момент, для этого человека очень тягостно ожидание. Вот тот, кто не умеет совсем ждать, я помню, несколько писем были у вас от зрителей, что вот я уже жду столько времени, там, прихода, да, ответа какого-то, еще чего-то. Вот это тоже, да, про красный вектор, такому человеку невозможно ожидать. Ну давайте по порядку. О чем мне хочется сегодня поговорить? Про разные этапы, то есть как проявляет себя красный вектор на старте, то есть при принятии решения об эмиграции, при некотором процессе подготовки, того же самого ожидания, да, как этот человек себя чувствует в новых условиях, как он адаптируется, что такое для него поиск работы, и как его неудачи в этом месте, да, тоже прибивают. Про реализацию себя поговорим в том числе, и про, ну, сопутствующие темы, про отношения в семье, про партнерство, про взаимодействие с детьми, может быть, пару слов про детей с красным вектором, потому что тоже разные детки по-разному адаптируются, ну и немножечко о том, как помочь такому человеку в этом процессе, и что он ждет от окружающих, от близких людей, и про комбинации, то есть кто есть идеальный партнер для красного вектора при эмиграции, ну а кто вот, кто-то партнер не очень. Вот такой большой план, не знаю, за сколько мы это успеем. Да, за сколько мы это успеем, да, но давайте успеем хорошо. А вот у меня что-то стало мутно на экране, нет? Я у вас не мутный, нормальный? Нет, отлично, все. Без проблем, да? Ну хорошо, значит, это у меня тут где-то туманом подло. Ну давайте сначала, значит, я уже сказал, что склонность к перемене мест, это свойство красного вектора, и такие люди, они меняют школы в своем детстве, меняют институты, меняют работы очень часто, и в какой-то момент, значит, ну надо же вот что-то глобальное изменить. Поэтому решение о том, что я переезжаю в какую-то другую страну, нормально, очень хорошо вписывается в психологию красного вектора, иногда принимается абсолютно спонтанно. То есть, человек лежит на диване, смотрит телевизор, знаешь, дорогая, все, мы уезжаем, да? А дорогая открывает глаза, говорит, что, как, куда, я так решил, я так решил, и мы это будем делать. Вот, то есть, вот такое мгновенное принятие решений, это свойство красного вектора, не должно оно пугать, но красный вектор может также быстро остыть. И есть другие векторы, которые медленно созревают, также медленно потом остывают, или не остывают вовсе, а у красного все быстро, да, он такой пиковый человек весь, он также принимает решение о покупке, и также принимает решение о, не знаю, женитьбе, решил, да, женюсь, но если что-то время потянулось, то потом передумал. Все в порядке ушел. Но самое интересное, что вот на этом пике он максимально продуктивен. Если красный решил, да, все, мы уезжаем, то в какие-то ближайшие там дни, недели, месяцы он может, и он должен сделать все, что связано с этим, потому что ему, вот на этом этапе ему фартит. Вот сразу после нового решения ему в жизни везет, и как бы все у него складывается правильно. Он находится в хорошем денежном потоке, он находится в правильном потоке событий. Когда время прошло, есть, например, партнер какой-то медленно говорит, нет, подожди, мне нужно полгода это дело все обдумать. Как полгода? Ты что, мы должны вот уже документы подавать, и так далее. Через полгода поздно будет, границы закроют, да. А если красный упустил вот этот вот момент, то есть первые дни недели после принятия этого решения, то у него уже энергии меньше, и вплоть до того, что может передумать, ну или просто ему это уже не так надо. Вот такая вот интересная у него скорость всего. То есть он быстро перегорает. И поэтому я бы советовал таким людям, если они знают за собой эти особенности, принять решение, сразу во что-то включаешься. Но потом передумаешь, ну передумаешь, но хотя бы сделать основную часть вот в это самое первое время. То есть это фаза успеха, надо здесь начинать. Красный вектор склонен к отработке параллельно нескольких вариантов. То есть совершенно нормально именно для красного, когда он одновременно уезжает в Америку, в Австралию, в Канаду, в Новую Зеландию. И вот мой первый бизнес здесь у нас, в России, я его делал, сейчас скажу, в 89-м году, давно еще был Советский Союз. Это как раз был бизнес иммиграционный, я помогал людям уезжать из Советского Союза в разные страны, я продавал анкеты и помогал. И всегда было интересно, человек приходит и говорит, я хочу ехать в Америку, ну вот американская анкета, там будем помогать. А кто-то говорит, а куда еще можно? Ну можно там, Южная Африка у меня было, направление приоритетное, Австралия. А давайте сразу во все. Я говорю, как, что, сразу во все будете подавать? Да, сразу во все буду подавать. Где-то получится, да? Да, и у него, правда, получается, и вот эти вот много вариантов идут, и в этом нет ничего удивительного. И это тоже, наверное, единственный вектор, который вот такой вот широко, широко вариант, много вариантов, да? И он умудряется достаточно своей энергией направлять в эти разные варианты. И когда он спрашивает, а куда ты едешь? Он говорит, ну, я еду и туда, и туда, а куда сложится? Ну, дурак какой-то, как можно так? Надо же в какую-то сторону, там, свои, своя специфика, а для него это нормально. И понятно, что на каком-то этапе он выбор сделает, выбор сделает абсолютно интуитивно, исходя из какой-то своей правильной энергии восприятия. Но для того, чтобы сделать правильный выбор, ему нужно отработать хоть чуть-чуть разные варианты. Вот это вот почувствовать в действии. Не просто информацию пособирать, а немножко включиться и каждым путем пойти. Поэтому я всегда успокаиваю родителей, у которых дети переходят из одного вуза в другой, когда говорят, как вот так, он меняет третий институт. А я всегда говорю, что ему нужно попробовать то и то, вткнуться туда-сюда и потом почувствовать и выберет то, что надо. И время показывает, что это правило так работает, человек выбирает. Вот. Еще один важный момент, опять же, на этапе подготовки, принятия решения. Красный вектор не оставляет запасных вариантов. Вот мы будем на вебинаре обсуждать другие векторы, коричневый, черный, оранжевый. Это люди, для которых очень важно оставить здесь, где они живут, какую-то квартиру, какое-то место. А вдруг там не сложится? А вдруг что-то будет? Мы не сжигаем мосты. Вот. Красный, он как раз сжигает мосты. И есть такая известная цитата, она принадлежит Крейгу Барретту, это, по-моему, был какой-то топ-менеджер корпорации Intel. Она звучит примерно так, я не ручаюсь за точность, двигаться на максимальной скорости вперед, взрывая за собой дорогу. Вот она такая очень в бизнесе, известная цитата. Вот так действует красный. То есть мы ничего не оставляем. Это все, все только вперед. Потому что, когда он оглядывается назад, или представляет, что он будет оглядываться назад, это его очень тормозит, это его приземляет, и он уже, ну, птица не такого высокого полета. И здесь как раз почва для конфликтов с партнером, потому что, если партнер говорит, так, подожди, у нас тут остаются могилы предков, что-то еще, да, мы должны оставить здесь семью, а вдруг там что-то будет, и вот мы так не делаем. И здесь очень важно, чтобы оба понимали особенности друг друга, и я не говорю, что нужно делать так, как хочет обязательно красный, но вот для того, чтобы он ярко горел, да, как огонь, чтобы он вел свою семью, систему вперед, ему как раз важно на это не обращать внимания, и это не его задача. Это не о том, что этого не нужно делать партнеру, но вот не нужно ждать от красного, что он будет много внимания уделять тому, что остается, потому что, ну вот он смотрит вперед, и в этом его сила. И как раз, если здесь партнеры разделились по своим функциям, вот в подготовке к переезду, и красный обеспечивает будущее, допустим, там партнер с, там, оранжевым, коричневым вектором, он занимается вот тем, что остается в прошлом. Это хорошо, это успех, да, это нормально. Я вдруг подумал, а может быть, надо где-то в начале сказать, что про это все можно прочитать, причем бесплатно. У меня на сайте, вот, PSY8.ru, который у меня за спиной нарисован, там есть масса статей про эти векторы, есть моя книга «Психология ваших отверстий», и, в общем, большая ее часть доступна бесплатно, поэтому, кто вот сейчас начинает слышать эти страшные слова, оранжевые, и черные, и коричневые, вот, пожалуйста, книга, она небольшая, и там все легко читается. Продолжаем. Красный вектор, это особенность непривязки к роду. Вот, наверное, для такого человека наименьшее значение имеет прошлое, в принципе, и какие-то связи, которые были здесь, он в этом месте легкий на подъем. и вопрос, что остаются могилы предков для кого-то очень важны, для Красного не важны совсем. Это не только про прошлое, то, что я только что рассказывал, это, в принципе, про отсутствие каких-то серьезных связей с чем бы то ни было. Землей, да, с Красных не мучает ностальгия, да, вот он, такой человек мира, полетел, и все. И вопрос о том, что остаются, например, здесь родители, Красный решает легко. Он говорит, ну, я еду, потом, да, перевезу родителей. Ну, надо же двигаться вперед. Может быть, перевезет родителей, может быть, нет, но вот это его не отягощает. И здесь тоже я знаю по опыту частые конфликты с партнерами, которые говорят, ну, как же так, вот остается там, у меня родители у тебя, а Красный говорит, ну, и что, мы теперь будем сидеть на месте? Главное, двигаться вперед. Главное, какое-то развитие. Если на месте, он зачахнет. Но он же очень креативный, и он находит какие-то варианты, и на самом деле эта задача, она переносится уже в будущее, когда Красный оказывается в новой стране, вот там уже партнер ему говорит, так, а вот теперь, значит, вспомнить, что у тебя там осталась мама, или у меня осталась, да, и вот сейчас мы этим занимаемся. И на том этапе это решается более продуктивно, потому что уже дело большое сделано, да, переезд совершен, и теперь можно поставить себе новую задачу. Если возможно ехать все вместе, ну, в общем, Красный-то он достаточно энергичный, он может перевести большую семью, но надо в этом месте ему помогать. И я сегодня скажу немножечко, как это можно делать. А так-то да, один едет, и за ним вот вся семья такая тащится. У меня есть знакомые предприниматели, которые, у них бизнес есть, и пару семей, двоюродных братьев, сестер, все как бы на нем висят. Не то, чтобы они все не работают, ежедневенцы, но как-то энергетически они на нем все висят, и он их тащит таким паровозом. Бывает то же самое и, в общем, при эмиграции. Можно я две копейки ставлю про нашу собственную? Мы уезжали, мы уезжали в нашей маленькой семье, то есть мы уезжали втроем, и ехали мы по вызову моей сестры, и мои родители в тот момент уже были здесь. И как только мы приехали, Миша и родители не хотели ехать. Папа был на хорошей пенсии, боялся, что у него заберут пенсию. Как только мы приехали, я говорю, ну а теперь давай пойдем подадим на них бумаги. Миша говорит, а зачем бумаги, они же не поедут. Я говорю, к тому моменту, когда эти бумаги придут куда надо, может быть что-то изменится. А если не изменится, значит они пропадут. И мы подали бумаги, прошло два месяца, и Миша на маму позвонила и сказала, что они тоже занрили почему-то. Так что вот такие вот вещи, да, и мы притащили очень много народу уже за собой. Хотя сами были не первыми. Вот да, это правильный пример на тему того, что когда уже все произошло, потому что на начальном этапе, если он сам не решил, то это его отягощает. Следующая тема, на мой взгляд, очень важная, архиважная, и она много людей обрубает. Это сама идея, а для чего, для чего я уезжаю, для чего мы все уезжаем. И красный вектор здесь специфичный, для него идея заработать больше денег, она не катит, абсолютно. Вот для кого-то другого, да, мы здесь живем как-то так вот бедно, а там мы будем жить лучше. Идея безопасности для красного вектора не катит тоже. Он об этом не задумывается, у него другие интересы, и пока ему прет, ему прет, если он куда-то проваливается, то проваливается вовсе. Главная его идея, это максимально реализовать свой потенциал. В самом разном возрасте, да, это касается 20-летнего, это касается, да, в 45-50 лет люди тоже уезжают. И если вот его двигает идея, что здесь я вот был зажат какими-то рамками реализации этого потенциала, да, то там я смогу это реализовать сполна. Вот это его хороший двигатель, это его подстегивает, и этот, если эта идея его сопровождает, то это ведет к успеху. Все остальное, ну, на втором месте это забота о будущем детей, но, скажем так, с большим отрывом. То есть это хорошо, если это прикладывается, да, то есть такая хорошая идея, главное, зачем я еду, это реализовать свой потенциал, ну, еще же надо заботиться о будущем детей. Ну, хорошая, хорошая добавка, вот так вот складно идет. Если наоборот уже идет меньше, а если вот какие-то совсем другие вещи, то у красного не будет энергии. А как мы с этого начинали, что им главное, самое важное, быть его вот в этом состоянии полноты энергии. И еще, я эту вещь, на самом деле, собирался расшифровывать вебинаре, но я сейчас коротко так скажу. Уезжать нужно на подъеме. Здесь есть разница у разных векторов, но красному нужно уезжать на подъеме. Ему нельзя уезжать на спаде, ему нельзя уезжать на какой-то фазе, да, плато, ему нужно хоть на каком-то подъеме, вот чтобы у него начался подъем, и тогда он вот разгоняется. Думать, что моя стоячая машина там поедет, частыми. Это очень верно, это очень верно, потому что мы когда уезжали, люди говорили, а чего мне ехать, у нас как раз бизнес там хорошо шел, но было страшно, что в какой-то момент там это вообще все рухнет, но он хорошо шел, у нас не было проблем никаких, а все говорят, а как я брошу, как я брошу, у меня же тут целое хозяйство, это тема шире, чем я сегодня здесь готов. Да, да, я понимаю. Я про другое, но вот этот момент важный. И еще, красный легко перемещается на неподготовленное место, вот он не задумывается, что там будут какие-то проблемы, я там ничего не знаю, для него самое главное это состояние внутри, если он внутри горит, то тогда вот все легко, но для других, конечно, важно и подготовить, работы и все остальное, красный может устроить свою жизнь, если он просто приехал, да, ничего, прилетел в гости в Америку, узнал о Портновых, Портновый говорит, а ты вот приезжай, да, такой классный, да, легко говорит, да, пожалуйста, все. Да вообще уезжать не буду, он скажет, остаюсь и все, и все, и все, и все. Ну или так же, да, 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 ну вот получается у них это, да, и они в этом месте, есть у них такое сродство. Дальше, теперь о подготовке и процессе. Красный вектор, он думает о глобальном, не о мелочах. Вот основное направление его, основные решения приняты, и он забывает о каких-то деталях, которые, возможно, важны для партнера, важны для, там, детей. Конечно, здорово, когда такой человек один, взял, мигрировал, приехал, устроился, все у него классно складывается. А если у него семья, то мысли о мелочах должны быть, опять же, за партнером, за тем, кто едет. Если партнер пытается нагрузить красного лидера, ну, лидера своей семьи, системы, вот этими деталями, то спад энергии получается. Вот здесь важно понимание и разделение тоже функций. Один этот паровоз, который вперед, а уголь все-таки вот в этом, в заднем вагончике, который прицепляется. То есть все какие-то детальные вещи, чтобы ничего не забыть, все вспомнить, это не его задача, не его функция, это его очень приземляет. Знаете, да, о чем вы говорите. Это хорошо, партнер, который оранжевый, опять же, коричневый, черный, ну, там многие в этом месте, да, подходят, это место помогает. Он, конечно, не тащит с собой брус из прошлого, то есть чемодан семейных фотографий и чего-то еще, мне это не его, опять же, это про будущее. Интересная штука с изучением языка. Вот я со многими людьми в этом месте как-то работал и историю знал, красный редкий вектор, который неэффективно учит язык здесь, до отъезда. И, наверное, нельзя говорить, что нет в этом смысла учить язык здесь, ну, я не знаю, в чем для кого и смысл, но эффективность у красного 20% от того, что может что-то другое. Вот люди с зеленым вектором зрительные, да, с коричневым, они нормально готовятся, красный нет. И если есть выбор, я бы считал, что вот изучение языка здесь это почти бессмысленная трата времени, как бы жутко это не звучало. Да, я понимаю, что это иногда звучит как бред, но тем не менее. Но он настолько быстро включается в язык, находится вот в самой этой структуре, системе, и для него стрессовая ситуация, любая, это подстегивание всех его способностей, потенциала, да, интеллектуально в том числе. И как раз на каждой ситуации он, ну, не знаю, там, у меня есть знакомые психологи, которые лезут в разные прошлые жизни, они говорят, ну, он просто вспомнил, что в прошлой жизни он был там, да, американцем, и печальным. Настолько человек быстро включается в ситуацию, вот он ловит это прямо на лету, и он уже в этом живет, да, вот это вот горение тоже здесь проявляется. Поэтому изнурительное хождение на курс или к преподавателю лучше потратить время на что-нибудь другое, да, понятно, что нужно приехать и сказать хотя бы там да, hello где-то в аэропорту, но вот здесь не перебирать. Задача его другая на этом этапе, на этапе подготовки про состояние, поэтому с языком у всех векторов разный способ и стиль изучения языка и погружение в язык, ну вот, вот об этом важно помнить. Так как я говорил, что красный может сразу несколько вариантов рассматривать и готовиться, он также может по ходу дела менять, то есть все, у нас там почти на мази грин-карты, а американцы говорят, нет, я хочу Австралию, и значит поворачивают туда. и конечно это пугает тех, кто рядом, это ужас, только мы в одну сторону направились постепенно, он это все меняет, но вот как ни странно, он в этом успешно, он чувствует, он как бы держит нос по ветру, в итоге он все равно окажется в правильном месте, и здесь не надо бояться, и самому красному нужно понимать, что все нормально, не то, что у меня шизофрения началась, у меня грин-карта, вот, почти готова, а я тут значит стал думать об Австралии, не-не-не, это все нормально, они так и бизнес делают, и иногда их партнеры, соратники смотрят в бизнесе, да, ты что творишь-то, а он вот чувствует так, вот у него такая специфичная интуиция, у красного века, ну и самое главное, что он может все подготовить, все сделать, а потом передумать, уезжать, и наверное в этом месте я скажу пару слов о себе, что когда мне было 19 лет, я таки задумал эмиграцию, причем у меня был очень такой красный вариант, по красному вектору, я должен был оказаться в Америке, уехав из Советского Союза на машине в Европу, у меня была тогда великая идея, что так можно, просто так в Америку уже было не попасть в тот год, когда я уезжал, мне было 19, да, и я это хотел делать с таким же мальчиком, просто ради компании, мы плохо умели водить машину, это была зима, но мы поставили себе европейские визы и по пути через Европу на машине мы должны были где-то вот свинтить в Америку. Потом мальчик от этой идеи отказался, у меня уже здесь было, ну, все на мази, были сложены чемоданы, у меня прошла отвальная, то есть все поплакали, с вами попрощали, что я уже уезжаю, была подготовлена машина, и я сел в эту машину и поехал, и доехал я до границы, вот, такой, чоп там должен был быть, я встал в длинную-длинную очередь этих машин, которые пересекают границу, и, наверное, там надо было стоять пару дней, и я там стоял, ну, может быть, сутки простоял, и вдруг у меня случилась удивительная перемена внутри, я понял, что то, для чего я собирался уезжать, главное, оно у меня уже произошло, то есть некое освобождение, я понял, ну, вот, пересекнуло внутри, я могу ехать, могу не ехать, я вернулся, я выехал из этой очереди, длинной, вернулся обратно, на меня второй раз посмотрели, как на идиотов все родственники, потому что первый раз, что он в 19 лет едет один на машине в Европу, в Америку, через Европу, не имея документов американских, второй раз, что он вернулся, я вернулся, стал заниматься бизнесом, ну, вот, и пока я, значит, здесь в России сижу с тех пор, я это к чему рассказываю, красный, я, человек с ярким красным вектором, он может отказаться от своей идеи на любом этапе, вот, как в магазине человек уже приходит, деньги отдает за автомобиль, потом говорит, я передумал там, еще чего, и это, конечно, тяжело для тех, кто рядом, для красного это нормально, но вот это надо, надо знать и понимать. Теперь про адаптацию в новых условиях, да, оказался человек на месте, значит, вот тут где-то мы живем, чего-то делаем, как-то ищем работу, это для него, конечно, очень все в кайф, но, но, есть одна проблема у красного, это называется синдром достигнутой цели, это когда человек ставил себе какую-то цель, о чем-то мечтал, и вот он ее достигает, и вдруг у него все опускается, нет энергии, состояние почти депрессии, ничего делать не хочется, и вот тут очень важно, какие цели человек ставил, иногда бывает так, что человек говорит, да, я вроде там вот ради детей, самореализация, но главная моя мечта, это вот иммигрировать, переехать, и тогда, если вот это слабое место, человек переехал, все, он где-то оказался, и у него сразу спад, и он ложится на диван, и говорит, что-то я ничего не хочу, и вообще такая тоска, надо было не надо, это нормально для красного, если такие цели ставились, поэтому вот нужно эту особенность знать, и всегда иметь на готове, или другие цели, или ставить совсем, ну, то есть нет цели эмиграции, эмиграции средства, средства реализации, да, моего потенциала, чего-то еще другого, но только средства, никакой образом не цель, потому что на цель бывает такая реакция, я знаю немало людей, которые вот так вот съехали в этом месте, они потом долго восстанавливают, чтобы прийти в нормальное состояние, если этой проблемы нету, то, конечно, красному вектору хорошо, в новых условиях, он готов обустраивать жизнь, искать работу, и он здесь такой из себя петух, уверенный якобы в себе, но надо понимать, что это человек, который внутри-то достаточно зыбкий, и какие-то неудачи его сбивают, он теряет уверенность в себе, и он может упасть, два-три отказа по работе, но вы понимаете, что это вообще ничто, а для красного это может быть, ну все, травма всей жизни, я зря уехал, зря родился, зря женился, зря вообще здесь оказался, и вот здесь как раз непростая работа над собой у человека, то есть понимание этих особенностей, и иногда какая-то поддержка нужна психологическая, или от партнера, или от специалиста, чтобы это время непростое проходить, потому что вот неудачи бьют его всегда в самое сердце, ну как неудачи в сексе бьют мужчину в самое сердце, а у мужчины сердце это предстательная железа, но вот сразу, да, я не мужчина, и я все, так же здесь в работе, я не мужчина, то есть идея вот этой вот состоятельности, она очень зыбкая у красного вектора, это нужно понимать. Если он все-таки проваливается вот вниз, если ему не удается удержать себя в этом хорошем состоянии, то это часто алкоголь, это антидепрессанты, иногда это наркотики, и так вот красный пытается с собой совладать, ни для какого вектора это не представляет такой опасности, как для красного. Здесь вот тоже поддержка и себя, и партнера очень важна, чтобы туда он не съехал, ну, кстати, еще проблема с мочеполовой системой, все вот эти вот заболевания красного вектора, они тоже присоединяются, конечно мужчины и импотенция тут же, да, раз он такой вот несостоятельный, причем он все происходит за день, раз и все вдруг упало, все пропало. Но красный вектор в этом месте благодарны, что он легко вытягивается наверх, также за день, если его вдохновить какой-то новой идеей, или тем, что он замечательный и так далее. То есть здесь нужна поддержка партнера, и, кстати, через секс очень хорошая поддержка красного, когда красный себя чувствует в сексе, реализованным, не важно, мужчина и женщина тоже, то появляется снова мысль, да, я все могу. Если сексом не очень, то это красного может обрушать серьезно. Про поиск работы. Его стиль это легкость, легкость во всем. Отправил резюмент туда, отправил сюда, придет, не придет, все мне нормально. То есть ему очень важно не зависать на чем-то, во что-то не встраиваться. Он такой, да, как, ну, вода текучая очень. Оттуда утек, этот край обтек, и все нормально произошло. Он склонен ставить сверхвысокие цели. Хочу, значит, позицию сразу топ-менеджера туда-сюда. И иногда это возможно, иногда нет, но не нужно красным в этом месте тормозить. Не нужно ему говорить, что Боря, ты посмотри, да, на себя. Большая Америка, ты приехал с чем-то, какой ты топ-менеджер, ты начни, значит, вот там подметать пол во дворе у них, а потом, может быть, они тебя возьмут на должность, там, кого-то еще. Нет, это прибивает, это смешно слушать, да, но это реальная история, это реальная жизнь, когда красный говорит, я могу вон туда-то, а ему говорят, ну, ты посмотри, вот, да, ситуация немножечко не та. Ему важно быть морально готовым к этим неудачам и тоже их проходить легко, но это уже определенный тренинг. Это вот то, что мы с вами когда-то обсуждали, что хорошо бы сделать вообще такой интернет-тренинг, не просто рассказать про векторы, а вот дать навыки, как и с векторами, независимо от вектора, да, проходить вот эти разные ситуации, на разных этапах, дать именно упражнения, вот ты возьми и сделай это. Но это, возможно, что-то такое масштабное, не на полчаса видео, но у меня есть на эту тему идея, что можно сотворить. Вот, поэтому с одной стороны, красному важно сохранять в себе вот это вот стремление к высокой какой-то планке, с другой стороны, нужно быть готовым, что ты тут не первый индюк во дворе, и в общем, тебя могут здесь на место поставить. Обычно мы же как, или мы тянемся к каким-то вершинам и не готовы принять меньшее, или мы говорим, ну я готов подметать, конечно, тут во дворе, да, что там мне сейчас мечтать о великом. А ни то, ни то не есть правильно, и есть некая позиция, которая и то, и то учитывает, и тогда это вот путь к успеху. Ну, как я говорил, уже красный не умеет ждать, он отправил свое резюме, прошло два дня, он уже, ну как, все, значит, раз мы не ответили, он даже не заметил, что это были два выходных дня, он уже сразу проваливается куда-то, и ему в этом месте пожило. То есть вот с одной стороны, он такой яркий, энергичный, да, мощный, он очень много чего может, с другой стороны, есть эта внутренняя зыбкость, и человеку нужно это понимать про себя, что если я провалился, это не то, что вот что-то случилось, а это, ну, вот особенности меня, особенности моей такой вот пиковой биохимии, где есть подъем, есть редкий спад, ну, я в книге про это на самом деле много пишу, и пишу, как с этим работать, да. Дальше, на этом же этапе, если красный мечется по разным углам, хочу и то, и то, и то, это нормально. И это даже не стоит ни в себе тормозить, ни в партнере пресекать, потому что, ну, это часть его драйва, я и туда хочу, и туда хочу, и здесь отправил, это ему создает, ну, комфортную обстановку, в которой он себя хорошо чувствует. Если до переезда он работал сам на себя, то, конечно, ему очень сложно включиться в работу на кого-то, именно красному. Вот сейчас можно подумать, что, ну, это любому человеку, да, ты был директором или там владельцем маленькой, да, этой обувной мастерской на одного человека, а тут, значит, вот тебе нужно на кого-то работать, ну, и все. Вот все по-разному устраиваются в эту систему, и есть векторы, которые очень легко меняют это на время какое-то. Красному это крайне тяжело, начать работать на кого-то, это нужно в себе много чего перелопатить. Поэтому, если есть хоть какой-то вариант выбора, то для него любое дело, пусть очень маленькое, но которое он сам хозяин, которым он сам управляет, на начальном этапе гораздо лучше, чем вот встроиться куда-то. Если есть такой выбор, да, понятно, если ситуации такой нету, и он ничего в этом месте не может, то встраивается. Почему это важно? Для того, чтобы он чувствовал себя в тонусе и сохранял вот эту вот энергию, ему очень важно быть хозяином ситуации. И это касается там жизни в семье, это касается самореализации. Как только он выпадает из этого ощущение, что я хозяин ситуации, что кто-то есть там вот надо мной, то его энергия понижается. Не всегда есть шанс это реализовать, но вот это важно помнить, что хотя бы так, если есть шанс начать маленькое дело, какое-то там, через интернет, вебинар вести, но хотя бы с этого начать, дальше он включится. Здесь тоже важно помнить про циклическую активность. И когда красный чувствует, что он на спаде, что у него, да, все, пик был, потом пик прошел, он оказался на спаде. Самое неправильное, что можно делать, и то, что делают очень многие люди, это пытаться из себя выжить вот привычную энергию. Тогда происходит спад еще сильнее, уход к депрессии и все. Здесь должно быть парадоксальное действие. Если я на спаде, значит я на спаде, все, я беру сколько-то дней или еще чего-то по возможности, да, и я эти дни отдыхаю. Понятно, если он только устроился на работу, и тут к нему наступил спад, то сказать, что я лежу дома, невозможно, да, давайте смотреть на реальность. Но, помня об этом, человек может все равно как-то организовать свою жизнь, что да, я сейчас в другой фазе нахожусь. Если я сейчас буду из себя выжимать много-много сил, то я провалюсь только еще ниже. Нужно время, чтобы зарядиться. И вот я, когда электронную систему узнал первый раз, да, 24 года назад, вот для меня это было ключевым моментом, потому что я был такой вот цикличный, как обычный красный, да, подъем-спад, и на спаде я пытался из себя это выжать, провалился глубже. Когда я эту схему увидел и понял, то я очень легко настроил себя и график жизни, чтобы эти моменты учитывать, и их проходить. Можно образно сказать, чем больше красный позволит себе в этом месте, в этой зоне на спаде не напрягаться, тем быстрее у него будет следующий пик. Это тоже очень важно партнеру понимать, что, да, вот у меня тут лежит человек, мы тут приехали в новую страну, а он на диване лежит и говорит, а я буду лежать, сейчас не трогай меня. И думаешь, о господи, а тут дети, их нечем будет кормить, все нормально. Да, вы так же можете спокойно сказать, ну окей, да, ты сейчас лежишь. То есть, если дать здесь вот именно отдых, то очень быстро энергия набирается. И это один из инструментов помощи красному партнеру, в том числе, да, и его себе. С красным непросто. С ним вообще в жизни непросто, а в тяжелой ситуации вообще тяжело. И если этот человек в стрессе, то очень важно партнеру помнить о том, что он будет всегда перекладывать вину на другого. Если что-то не получилось, то он скажет так, жена, это ты виновата, ты меня мало поддерживала, ты что-то ничего не сделала. Но если все получается, то он скажет так, это значит, ну это же я сделал. Также, когда красному тяжело-тяжело, он значит, к Богу обращай, господи, уже помоги, все. Но, конечно, стало получаться, он сразу, ну это же я сделал. Это знаете эту тему, человек ищет место для парковки, ездит кругами, ездит, все ругается на всех, потом вдруг его осеняет, надо попросить помощи. Он говорит, господи, дай мне место для парковки. Через полминута освобождается место, он говорит, ой, господи, уже не надо, спасибо, я припарковался. Вот мы так к этому относимся, и красный особенно. Если что-то получилось, ну понятно, что это я сам сделал. Дальше. Красный, увлеченный своими глобальными идеями, он может забывать о каких-то деталях, важных для семьи, для партнера. И поэтому можно от него услышать, слушай, я тут веду нас в великое будущее, а ты на меня отдуешься, что я забыл о годовщине свадьбы. Да, ты что, дура что ли? Ну правда, вот же у нас там великие цели. А жена какая-нибудь зеленая или коричневая, да, или синий и фиолетовый. Ну как же так, вот же у нас, да, у нас и так мало радостей в жизни, мы все гонка вперед, а ты вот про это забыл. Ну и вот действительно, он настолько сфокусирован на этом глобальном, что этих вещей он не замечает. Я сейчас безоценочно, я не говорю, что это хорошо или правильно. Мне важно здесь, чтобы было понимание того, что, ну вот, да, это особенность такого человека, это не потому, что он жену разлюбил, а просто вот он так сфокусирован. Но здесь надо понимать, что еще красный в стрессе, ему иногда для подтверждения своей силы состоятельности хочется, ну там, если это мужчина, внимание со стороны других женщин, а если женщина, то ей хочется внимания других мужчин. Не то, чтобы это обязательно находило до каких-то реальных измен, но эта энергия существует, и это тоже очень такого человека поддерживает. И тут вот как уже человек вырулить в этой ситуации, да, бывает складывается по-разному, но это его особенность. Здесь важно понимать, что вот символы красного это огонь и вода, но это не земля, не металл. Ему важно все-таки, ну вот, быть таким, да, подвижным, активным, пластичным, не зависать, не закрепляться на каких-то вещах, ни на проблемах, ни на ситуациях, ни на чем. Вот любое какое-то закрепление в чем-то, в месте жительства, в работе, оно его тут же лишает энергии, он уже не может так вот хорошо парить. Чем помочь? Какие-то вещи я уже проговорил, давайте сейчас немножечко мы их структурируем. Не мешать красному ставить гиперцели. Даже если у вас от этого глаза расширяются, значит вы глаза свои сужаете и так спокойно говорите, да, ну да, может быть, да, ну честно, Америка, Австралия, да, все в порядке. Это не значит, что он это великое совершит, но хотя бы этим вы его не подавляете и не сдерживаете. То есть даже если вас эти глобальные идеи пугают, то все равно вы так спокойно к этому, да, может он к утру перегорит и вообще ничего не будет, поэтому рано в этом месте пугаться. Не пытайтесь упорядочивать мысли и действия такого человека, потому что некая беспорядочность позволяет ему оставаться вот в этом большом потоке энергии. И если красный вектор гармоничный, это же человек, который находится и в денежном потоке, в очень хорошем денежном потоке. А если красный вектор не принят, дисгармоничен, то тогда начинаются проблемы, ему в это дело не вписаться. Поэтому вот его такая неструктурированность, этот вот полет, это часть энергии, которые как раз приходят, и успех, и удача, и деньги, и все остальное. Ну, стандартный прием это, что красного можно хвалить по поводу и без повода, и взрослые люди на это ведутся прекрасно, как дети на самом деле, да, а чего-то его там критиковать или давать советы, ну, сами понимаете, даже если к месту оно работает плохо. Ну, и такие запрещенные слова, должен, обязан, правило, это все красного замыкает на каком-то нижнем уровне энергии и не дает ему двигаться вперед. А так, святая фраза, которая на любом языке и спасает ситуацию в самом разном возрасте, надежда только на тебя. Я это говорю своему трехлетнему сыну, когда что-то там случилось, надежда только на тебя, и он, значит, все готов сделать. И я слышу, как это говорят пары в возрасте, у которых внуки уже есть, жена говорит мужу, надежда только на тебя, и он такой, как молодой, начинает крутиться, и все, ну как, надежда не меня. Вот не знаю, эта фраза прямо так. Волшебная. Да, волшебная, хорошо, на это место попадает. Пару слов про деток. В принципе, красные детки хорошо адаптируются, для них переезд, наверное, наименьшая травма, чем для других деток, ну, понятно, возрасте соответствующий, да, грудного ребенка привезли, ему все равно. Хотя тоже смена ситуации, она для разных деток по-разному. Но, главная проблема красных детей, это необходимость в новом коллективе зарабатывать свой статус. Вот статус важен, в садике, в школе, в институте, вот у меня трое детей разного отраста, я понимаю, они не столько красные все, конечно, но вот я понимаю, насколько важен статус, который ребенок формирует и создает где-то в своей компании, во дворе или там, да, в коллективе, в школе, и когда красный оказывается на новом месте и там есть свои статусные персонажи в этом коллективе, у него непростая задача вот свой статус обозначить и заработать. И здесь ребенку нужна помощь. В учебе у него будет все нормально, там еще в чем-то нормально, он общительный, ну, он во все встроится, впишется, но вот статус, с учетом его вот этой внутренней зыбкости и некой неуверенности в себе, этому нужно уделять внимание и заранее понимать, что эта ситуация будет и на месте. Это вот внимание в этой теме главное, что могут сделать родители для красного ребенка. Помочь ему в этом месте выслушать, узнать что-то какие-то, вот предложить варианты действий и еще. И, конечно, некая душина, это его статус в семье. Если пока еще статус не сформирован в детском коллективе, то в семье статус должен быть. Не просто так, да, ты сиди молчи, у нас папа все решает. Не-не-не, у нас новое место, новая жизнь у тебя здесь, ты важный человек, ты вот это. Поддержка этого статуса дома, она поможет красному ребенку чувствовать себя более статусным в коллективе, а за этим приложится все остальное. Вот за статусом у красного ребенка все остальное идет уже само по себе и там даже думать не о чем. Ну и напоследок про партнеров. Наверное, про партнеров интересно будет слушать тому, кто уже знает про векторы, но кто не знает, ну, зависите на сайт, прочитайте, да, это, в общем, дело о нескольких часов. Самая трудная комбинация это два красных. Муж красный, жена красная. У них тут было или два своих разных бизнеса, или там может быть один общий бизнес, и вот они в новом месте, и там у них этого нету ничего, и вот тут начинается, да, это вот борьба авторитетов, борьба красных энергий, и здесь тяжело. Единственная рекомендация, это максимально разделить какие-то процессы, максимально разделить сферы ответственности, сферы влияния. Никакого совместного бизнеса на новом месте, это все порушит. Каждый в своей стороне, ну, или хотя бы, если это что-то совместное, то мы четко вот разделяем зону ответственности. Я сконсультировал недавно одну пару, у них бизнес был здесь, в Украине, они приехали в Штат, и там собираются новый бизнес организовывать. Но вот для них очень важно четкое разделение, я отвечаю за это, а я отвечаю за это. Тогда красные как-то еще могут. А так это комбинация тяжелая. Сложно, конечно, с зеленым партнером, со зрительным вектором, потому что зеленому-то в стрессе нужно больше внимания, больше заботы и всего этого, и теплых слов, и так далее. И чувствовать, что да, вот мы вместе. А красному как раз в стрессовой ситуации очень важна обособленность, чтобы, да, я понимаю, у меня есть семья, да, но я вот один. И тогда у меня больше энергии, у меня больше потенциала успеха, я двигаюсь вперед, все. И вот здесь в семья начинается проблема, да, ты меня не любишь, а ты вот там со своей работой, и это есть ситуация. Идеальный партнер. Это коричневый вектор. Спокойный, рассудительный, структурный. Коричневый как бы закрывает все те дырки, которые остались, вот то, что красный не заметил, прошел вперед. Он является неким буфером, который помогает в этой ситуации системе выжить. То есть система, в которой есть яркий красный и есть яркий коричневый, она очень устойчивая. И она с хорошим потенциалом. Оранжевый вектор, там чуть больше терок с красным, потому что оранжевый нацелен на экономию, на удержание, а красный говорит так, надо вложиться в это. Оранжевый говорит, ты что, а запас, а вот это. Но в принципе, если есть понимание вот и того, и того потенциала, то это хороший партнер, потому что красный привлекает энергию в систему, в том числе денежную энергию в систему. Но у красного, она как бы так, ну протекает через него, он не может удержать. А оранжевый, тот, кто эту энергию удерживает. И если они не будут друг от друга ждать того же самого, что делает сам, то будет понимание, ага, это часть привлечения, это часть удержания. Это не только денег касается, это касается, ну там, любого успеха и развития. Тогда это, это суперкомбинация, суперпара. Вот. Ну а с остальным вектором, в целом, так нейтрально, ничего, нормально. Хорошая поддержка для красного, это, конечно, фиолетовый партнер. Если семья гармоничная, это супер, потому что красный, он же очень быстрый, и он иногда чувствует, ну так вот, держит у нас, направление, да, но часто ему не хватает интуиции, какого-то предвидения, красный может включаться в те контакты, которые, ну там, или опасны, или еще. А фиолетовый все это чувствует. И если пара научилась вот взаимодействовать этими векторами еще до отъезда, и знают как, да, и красный он главный-главный, а пришел там к жене, послушал, или наоборот бывает, женщина красная, а муж такой у нее обонятельный, фиолетовый, и говорит, ну вот я бы с этим не общался. И она уже знает по опыту, что его надо послушать. Да, надо послушать. Вот. Такой у Маргарет Тэтчер был муж достаточно синий, фиолетовый, очень обонятельный, очень интуитивный, и иногда я подсказывал верные вещи, когда она была готова, так бум, переотнестись. Вот, поэтому фиолетовый хороший в этом месте партнер, и от многих опасностей может систему уберечь. Ну вот как-то так. Ну, вы знаете что, как-то так оно прозвучало, в общем-то, серьезно. Серьезно и строго. И я хочу буквально два слова сказать, чтобы не напугались народы, потому что все-таки мы же не только красные, синие, зеленые, а мы все-таки в какой-то пропорции комбинации. И поэтому вот эти внутренние силы, они существуют в каждом человеке. Это не значит, что сейчас вот такой он красный, все порвал, все убежал, и дальше спасения нет никакого. На самом деле в нем самом есть какие-то внутренние резервы и ресурсы, которые помогут ему выплыть. Другое дело, что, конечно, осознанное изучение этого всего, оно вот как раз подставит вот эти вот точки опоры на самого себя. Когда говоришь про один вектор, рассказываешь, про любой вектор, кажется, ну, все сумасшедшие, каждый вектор сумасшедший. Поэтому, нет, такие люди бывают, не то, что сумасшедшие, а у которых яркие векторы один, но это встречается редко. У нас у всех много векторов, но невозможно их изучать иначе, чем вначале просто рассказ про конкретный вектор, а потом про их комбинации. Поэтому, если так послушать про все остальные и понять, что, да, во мне есть вот часть это, во мне есть часть это, и, ну, мы же все не первый день живем, мы понимаем, что, да, вот в этой ситуации нас компенсирует какая-то другая черта, но часто это происходит без нашего осознания, понимания. Когда вы знаете вот эти части у вас, когда вы знаете, что, как вы можете повлиять на то, чтобы они проявлялись ярче, лучше и в нужный момент, тогда у вас, ну, получается гораздо больше возможности управления собой, ситуацией, вот это. Понятно? Конечно, имеет смысл это все изучать вместе и сами векторы, комбинации, и поэтому я вот две недели уже сижу, себе наброски составляю, вот один из них я сегодня вам рассказал. И такой же рассказ про 7 векторов оставшихся, я приготовил и будет он у нас на вебинаре 15-го числа, 15-го марта. Я отложил на это дело два часа, чтобы я вас хотел про всех рассказать и еще поотвечать на вопросы, можно даже чуть подольше застрянем. Я думаю, сильно подольше, потому что мы про один красный, вот больше часа уже говорил. Серьезно? Ой, так я быстро пробежал, слушай, я люблю это дело рассказывать, да, ну, может, про красный мне как-то больше еще рассказать, про другие чуть поменьше, но потом на этой модели уже остальное легче рассказывается. Ну, два-три часа он будет идти, закрыт этот вебинар, я ссылочку вам сейчас дам. Да, мы поместим ссылку, да, мы поместим ссылку. мы поместим ссылку, вот, и я там хочу вот так про все векторы, про эти все аспекты пройдите рассказать, и, может быть, сейчас появятся какие-то слушатели, вопросы и темы, которые я упустил сегодня важные, я, может быть, их включу, тогда вот этот вебинар тоже вот мы там добавим. То есть мы будем его делать столько времени, сколько надо, потому что тема, правда, интересная, и есть, чего мне в этом месте рассказать на вопрос и поотвечать. Вот так. Ну, здорово, это все очень интересно, конечно, и у людей, наконец-то, появляется ощущение, для чего им брать тест векторный, да, для чего вообще все это нужно, да, потому что, посмотрев, например, что у них красный вектор очень большой, да, они видят, что у них есть что-то еще, что, может быть, поможет им в какой-то более сложной ситуации. Да, ну, я сразу скажу, что векторами не исчерпывается тема, да, это просто слой, вот я когда общаюсь с людьми, которые фанатеют по векторной системе, я говорю, слушайте, это важно, это имеет значение, но это лишь один из слоев, слоев много разных. Хорошо, если вы этот слой понимаете и знаете, вам будет легче работать с другими, но вот то, что я готовлю большую программу по иммиграции, ну, психологическую, там векторы будут лишь один из слоев, тоже важный, тоже с упражнениями, но только слой, а там много всего другого про создание и потенциала вот этого в себе, да, и про успех разных вещей. Ну, это интересно, я даже тоже не знаю, что там у вас планировано. Я считаю, не все знаю, что там будет, но так вот у меня складывается, это мозаика из разных систем, которыми я занимался в жизни, то, что я делаю сейчас, там какие-то инструменты, упражнения, там по управлению событиями, которые, ну, вот именно к этой теме хорошо ложатся, и они работают, я это знаю просто по моим клиентам, но вот это большая будет модульная программа, я думаю, что мы о ней как-нибудь еще расскажем. Пока речь вот про одну, эту тему, про вебинар, лишь про один слой вектор. Да, но мы напомним, что все-таки вебинар назначен на 15 марта, да, сегодня у нас 4 число здесь, а у вас там уже 4 вечер, да, так что время есть, почитать, почитать. Да, лучше не тянуть пораньше записываться, потому что я не знаю, сколько у нас будет участников, там уже есть возможность регистрироваться на этот вебинар, вот, чтобы вебинарная комната у нас казалась нужного размера, да, потому что, да, ну потому что, да, это безусловно, это за полчаса вдруг решит, а я участвую, но так можно. Нет, ну мы в самом начале говорили, что должна быть экономическая целесообразность этого мероприятия, и поэтому мы ожидаем какое-то количество людей, не меньше чего-то, когда имеет смысл, что это проводит. Я решила, что он состоится наверняка, то есть сейчас не стоит вопрос, будет он или не будет, он однозначно будет, и я материалы эти готовлю, поэтому вот 15 марта, в 19.30 по Москве мы стартуем, кто в это время не вписывается, если зарегистрироваться заранее, то получат записи, запись будет только для тех, кто заранее в это дело вписался, потому что разные часовые пояса и все остальное, то есть никто ничего не потеряет, даже если у вас там вылетит связь или что-то еще, то записи у вас останутся. То есть в 19.30 у нас будет 9.30 утра, так, полдесятого утра, хорошо? А вы куда собираетесь эмигрировать? Нет, а мне просто интересно послушать. А, хорошо, да, у вас будет 3.30 утра. Ну хорошо, Михаил, спасибо большое, я думаю, что это такой камушек пробный, мы, конечно, хотим, чтобы люди задавали больше вопросов, я думаю, что они должны посыпаться, потому что пишут все время, что интересно это все, это востребовано, потому что прежде, чем сделать первый шаг и двигаться куда-то, да, хочется все-таки другими инвекторами разложиться по полочкам, вообще оно мне нужно. Да, да, да. А это самый запасный вариант, а что-то как-то, и понять лучше себя, да, это опять же идет в ту сторону, что, ну да, можно сжечь все мосты и куда-то понестись, а оно мне надо, вот как Виша говорит, да, то есть вот эта вот целесообразность вообще всего этого мероприятия, оно как бы сидя на своем месте, не рискуя особо ничем, вот все доллары, да, пойти послушать, а что же за этим за всем стоило. Да, 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 но я еще раз говорю, не надо фокусироваться только на векторах, но вот как все. Ну, векторы, это как начало пути к самопознанию, скажем так. Да, да, у меня так это было. Да, ну и у меня тоже так было, на самом деле. Ну, хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам, Светлана. До встречи. До встречи.